Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский От пограничной до Харбина 19 июня Поздно или рано? Мои часы остановились и показывают три часа. Я встаю, одеваюсь и выхожу в гостиную, а оттуда на террасу. Накрыты приборы для еды, чайный прибор, но, очевидно, никто еще не приходил. Тогда я осторожно иду по комнатам. В двух смежных спальне Степана Николаевича и Николая Александровича. Двери открыты. Стоят оба и беззвучно делают гимнастику по способу... Забыл по какому способу. Степан Николаевич красный, Николай Александрович бледный. У обоих мускулы напряжены до предела. Николай Александрович с захваченным дыханием шепчет. Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать... Ух... Ну, одеваться! Эй, бойка! Показывается меланхоличный молодой китаец с длинной косой. Твоя моя! Чай, чайфаки! Малю-малю! Твоя моя! Скорей! По английскому обычаю день начинается плотной едой. Затем хозяева отправляются в контору, а я остаюсь писать. Я устраиваюсь на террасе в саду. В доме мертвая тишина. Сегодня опять солнце и прекрасный июньский день. Порхают бабочки, мухи жужжат. Мух такое множество, что я ухожу в комнаты и прежде чем приняться за работу, выгоняю мух. В конце концов, с мухами я ничего поделать не могу. Они как будто и исчезают, но как только я сажусь, нападают опять со всех сторон. Очевидно, мухам скучно, и они забавляются за мой счет. Пока я бегаю с полотенцем, они прячутся под стол, а когда сажусь, по команде опять бросаются на меня. Я делаю глубокомысленный вывод из всего этого. Каков народ, таковы и его мухи. У замысловатых китайцев и мухи похитрее наших. После этого я беру шапку и отправляюсь в город повидать своих знакомых. — Что нового? — спрашивает меня. — Вас надо спрашивать. — Нас? Мы ничего здесь не знаем. Узнаем после Петербурга. Живем исключительно сплетнями. Ужасающими сплетнями. Сегодня Куропаткин ранен, а завтра потянул Айяма и Куроки взят в плен. Сегодня наших легло 17 тысяч, завтра японцев 20 тысяч, и отняли мы 76 пушек. Сегодня наш флот пошел ко дну, завтра японский. И всему верим, искренне радуемся, искренне падаем духами, ждем самого худшего вплоть до мгновенного разрушения дороги, хотя взлетая, долетаем и до Токио. И после этого заключение мира в Токио и домой. Конечно, морем, через Америку и Гонололу. Я отправляюсь в дворянский отряд. У Михаила Александровича Стаховича большое горе. Умерла его сестра. Он очень тяжело переживает эту невзгоду, и я не решаюсь идти к нему. Как известно, Михаил Александрович, кроме дворянского отряда, состоит помощником главноуполномоченного Красного Креста. Теперь этот главноуполномоченный просит Михаила Александровича принять на себя заведование Красным Крестом в тылу армии. Больных все прибавляется. Открытие новых палат не идет так спешно, как многие хотят того, но доктора настаивают на полном оборудовании вплоть до самонагревающихся ванн прежде открытия барака. Только при таких условиях мы можем гарантировать раненому безопасность от заражений и осложнений. В открытых бараках порядок и чистота, и действительно образцовые. В Красном Кресте, например, на сто больных две сестры, а здесь на тридцать две. Еда прекрасная. Для офицеров водка, вино, если доктора разрешают. Вся хозяйственная часть на плечах барона Кноринга, и он завален работой. Узнал я, между прочим, очень печальную новостью, чтобы быть беспристрастным, сообщаю ее. В дворянский отряд поступил раненый офицер, забайкалец Казак Токмаков. У него шесть ран. После первой он упал, и остальные получил уже лежа от проходивших и в упор стрелявших в него японцев. Постников дал заключение о возможности пуль Дум-Дум или обыкновенных, но надпиленных или распиленных. Такие пули, как известно, имеют такие же разрывные свойства, как и пули Дум-Дум. Заключение свое Постников основывает на том, что при малых входных отверстиях выходные ужасны. Особенно одна рана на руке. Весь локоть разворочен. Насколько я понял, допускается при этом и такая возможность. При выстреле в упор и условии, что пуля попадает в кость, возможны громадные выходные раны. Иногда верхняя пленка пули слетает, и тогда такая пуля приобретает все свойства пули Дум-Дум. Можно допустить возможности подпиливания пуль. Я писал о нашем раненом солдатике, мечтавшем о напильнике. Несомненно, и среди японцев попадаются такие же экземпляры. Этим же, может быть, можно объяснить и стрельбу в упор, а тем более в казака, да еще за байкальца, с которыми у японцев особые счеты. Как бы то ни было, но ввиду моего недавнего заявления, что до сих пор не было ни в одном госпитале такого факта, считаю долгом, узнав о таком, огласить его. Мой следующий визит к специалистам. Мы толкуем о дороге. Я слышу, между прочим, заслуженный упрек строителям. Насколько широко поставлено дело в остальных отношениях, настолько же примитивно и по-старинному устроено движение на дороге. Нет ничего даже из того, что уже и не называется новостью. Сигнализация, централизация стрелок, автоматически действующая узловая система все это отсутствует. А только все это, особенно при напряженной работе, гарантирует безопасность движения. Но зато другое, очень важное нововведение. Тормоза Зауэр Брена дорога вводит. Эти автоматические тормоза прекрасные средства на случай разрыва поезда на подъеме. Тогда, как известно, оторвавшиеся вагоны катятся вниз все с увеличивающейся быстротой. Такие тормоза Зауэр Брена и предупреждают это. Таких опасных мест на дороге два, на тоннеле близ Хайлара на западном отделении и на восточном отделении на водораздельной станции Дайлацу, от которой в обе стороны на протяжении перегона предельный уклон в пятнадцать тысячных. Насколько мне известно, это первый случай применения тормозов Зауэр Брена в России. Вечер мы провели в Малороссийском театре. Публики, собственно, в театре мало, но хохлы не падают духом и лихо отплясывают свой гопак и трепак. Мне надо было навести справки об одной артистке, и я в антракте пошел за сцену. Собственно, это за сценой заключалось в крыльце и маленькой передней с выходом прямо на сцену. Во время дождя в синеиграющей труппе, очевидно, приходится сжаться, как в церкви в этой маленькой передней. Теперь дождя не было, и артисты сидели на ступеньках, гуляли в темных аллеях сада. Там же бегали, несмотря на поздний час, ребятишки, дети этих артистов. Кто-то, присев на землю, ел принесенный бифштекс. В темноте неистово кружилась группа из нескольких артисток и артистов, и все неистово кричали метавшиеся за ними собаки. «Вот барыня, вот!» «Нет, я больше не могу ее мучить, пустите меня!» «Вот я, милая, вот где я!» Собака с радостным бизгом бросилась на грудь своей госпоже, лизал ее прямо в губы, окрашенные ярким кармином, а окружающие заинтересованы, точные вопросы, интереснее на свете нет, и так сердечно и тепло, как умеют только хохлы, говорили все в раз о поразительном уме и преданности этой собаки. Узнал я про артистку печальную новость. Она умерла. Простудилась в Хайларе в ноябре прошлого года и умерла от чахотки. Жизнь была тяжелая. В нетопленных вагонах. Сборы, как видите. Широкие штаны больше не в моде. Надо, вероятно, бросать, а как их бросишь? У нее, кажется, дочь была. Как же, как же. Славная девочка. Три года. Вся труппа ее, как своего ребенка, любит. Галя! Галюся! Где ты? Кучка детей, как стая воробьев, вылетела в это время из-за кустов, и тоненький голосок пискнул нам. Галя уснула у Марии Ивановны. Уснула. Устала, бедненькая. Маленькая ведь и худенькая. В чем только душа держится. И мать была маленькая, худенькая, и все искала, жадно искала свое потерянное счастье. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание товарищества Маркс 1916 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова